Мороз и солнце, день чудесный! Друзья, всем привет! Как же холодно! Радует только то, что солнышко светит. Но очень холодно, минус 4. Я еще землю не пробовала, но я планирую сейчас некоторые луковичные посадить. И начну я с лилий. Сейчас сарайку открою, возьму плоскорез и попробую. Лилии, конечно, я отнесу туда же, где у меня лилейники, лилии ирисы. Тюльпаны я хочу посадить вот здесь, вдоль дорожки, кучками, куртинками. Здесь вот у меня тюльпаны есть, поэтому здесь вот вдоль посадки по краю я буду сажать крокусы и нарциссы. Ой, руки отмерзают, пошла за варежками. Капец, как холодно! Не-не-не, я так не готова. Я хотела, чтобы снег выпал на Новый год и мороз постоял именно на Новый год. Рождественские каникулы, а потом не-не-не, весна-весна. Друзья, я с вами поздоровилась. Всем привет, с вами Любовь и мой садик цветов и, конечно, моя дача. Друзья, как мне нравится, когда я его привожу на сад. Он прям здесь распушается. Да подожди-то, постой! Он прям здесь распушается весь. Посмотрите, какой весь пушистый, весь лосница. Цвет какой у него красивый становится. Там лед, наверное. Томик, подожди, подожди, давай я тебе. Вот. Холодная вода. Как он здесь гоняется. Сейчас от дома как рванул, прям только пятки сверкают по этой самой по огороду напрямки и с разбегу на яблоню, как залез. Но я пока телефон достала, он уже слез. Для того, чтобы успеть заснять его, нужно все время ходить с включенным телефоном. Это невозможно его. Пока на него нацелишься, он уже в другом месте. На все звуки реагирует. Сегодня здесь оставим ночевать. Посмотрим, мышек поймает он или не поймает. Пока еще не совсем холодно. И я еще сейчас буду ездить несколько дней подряд, пока все не посею, не посажу. Я его оставлю ночевать в домике. Куда, куда, это не для тебя. Это не для тебя. Куда, слезь. Твой горшок дома. Ой, я не могу. Все, пошла сажать. Холодно и долго. Телефон включенным нельзя держать. Боюсь, разрядится. Томик, иди скорее сюда. Ой, надо актинидию проверить. Никто ее не сожрал еще. Но я ее, правда, замульчировала на всякий случай. Кошки, кошки, друзья, кошки. Как они любят валерьянку, так же они любят актинидию. Там одинаковые вещества у них в корнях. Ладно, если успею, еще раз на дереве заснять, засниму. Вот эти, друзья, хочу сейчас посадить вот в этом круге. То я вот тут вот сажала. А сейчас вот эти вот в этом круге хочу посадить. Будет посерединке вот такая вот розовато-коричневая. И вот так вот вокруг получается у меня две желтеньких, две черненьких, две таких малиновых. Сейчас вот здесь их как-то распределю. Остальное покажу потом. Остальное опять вот здесь вот посажу. Потому что те шесть, которые я тут сажала, они могут не войти. Помните, да, они были с росками. Роски я выкрутила. И говорят, что они на следующий год не зацветут, потому что уже цветонос у них был заложен. Поэтому сюда сейчас еще напихаю. Что получается? Розовая, по краям черные, с этой стороны малиновая и с этой стороны малиновая. И здесь вот впереди желтенькие. А здесь вот видите, лилейники тоже были посажены. Впереди почвопокровники. Но здесь еще много места. И я вот думаю, сзади вот этих осок, там тоже кое-где у меня ирисы вкопаны, наверное. Но можно сюда еще посадить лилии. Потому что вот этот круг, он большой. И я думаю, что он будет лысоват весной. По поводу ростков. Луковицы, в принципе, некоторые нормальные. Ну, я имею в виду без ростков. Так все луковицы хорошие. Вот эта, видите, была с ростком. Засох. Сейчас я его оторву. Это вот нормальная, без ростка. А эта вот с ростка. Она двойная луковица с двумя ростками. Тоже сейчас буду выкручивать. С этой я тоже убрала. Маленький был сухой. И вот он тоже сухой. То есть, есть гарантия того, что лилии я половину не увижу в следующем году. Но мне важнее даже, знаете, друзья, чтобы эти луковицы прижились. И через год они все равно дадут. Видео мне поможет, чтобы я помнила, где что сидит. В любом случае, ирисы лилийники зацветут. Цветущих все равно будет в следующем году много. Так что, если половина лилий не зацветет, ничего страшного. Главное, чтобы они там прижились и осели. Земля роется хорошо. Она не промерзшая. Под ногами уже у меня оттаивает. И грязь вот налипает. Температура сейчас будет плюсовая, понятное дело. Но очень холодно-холодный ветер. Для растений это никак не отразится. Ты зачем на меня прыгаешь? Ты зачем на меня прыгаешь? Томми! Томми! Ты какой красивый! Но бестолковый проказник! Разбойник! Томми! Все, пошла дальше сажать. Разложу следующую партию, включусь. Друзья, я же его не сниму. Посмотрите, что творит. А, я надеюсь, он слезет. Вот понимаете, почему я его сюда привезла? Потому что у меня дома все кверх ногами. У меня гибискус весь поломан. Горшки летают. Посмотрите, что творит. Вы посмотрите, что творит. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой, хоть бы он не упал. Как я его буду доставать? Ёлки-палки! Томик, слезай! Пойду его звать. Ой, как мне страшно! Только б не расшибся. Ой, ой, ой! Томик, слезай! Слезай скорее ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Пойдем домой! 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 Мышек ловить! Домой! Скорей! Скорей! Бесстрашный кот! Не лезь наверх! Нельзя! Слезай, не лезь наверх! Слезай вниз! Иди ко мне скорей! Ой, хоть бы он догадался, как слезать. Но я думаю, что что. А с этим-то у него проблем не будет. Томик, 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 Томик! Пойду под дерево его позову. Томик, не бойся! Слезай, слезай скорее! Скорей к маме иди! Иди скорее к маме! Скорей! Скорей, скорее, мой красавчик! Скорей! Томик, не надо вперед! Иди сюда, Томик! Иди к мамочке! Скорей, скорее! Иди сюда! Вот деревце, иди скорее! Скорей, 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 давай, моя хорошая, давай, 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 давай Ты молодец. Вот ты сладкий мой. Все, мы спустились. Все, мама пошла сажать. Не залезай больше. Что, хочется еще полазить? Не надо, пойдем. Пойдем сажать. Тут у меня актинидия. Не надо тебе ее нюхать. Вот такие у меня остались. Вот это я хочу сейчас посадить. С той стороны вот этого круга. И вот эти пять. У меня один штук осталось. И вот эти пять я сейчас вот здесь где-нибудь повтыкаю. То, надеюсь, я найду. Тут вот есть еще заметно после дождя. Все равно видно вот эти вот, как их назвать-то, песок-песок, следы песка. Это там сидят. Поэтому сейчас я их между ними тут еще пять штук как-то вкопаю. И вот эти вкруг вот в этот вкопаю. Будет красота. Вот так у меня получилось. Справа белый, розовый. Здесь тоже розовый с чем-то. Луковички все хорошие. Некоторые были с ростками, выкрутила. Здесь тоже белый, розовый, желтый. Ну, рыжик вот такой. Вот рыжик. И этот здесь. Розовый, розовый, белый. Розовый. Розовый. В общем, все посадила. Труху я вот сюда высыпала. Сейчас с песком смешаю, присыплю, потом землей. Получилось вот так. У пруда один, два, три. Дальше. Где дальше? Четыре, пять. Почему так? Потому что здесь все посажено. Вот, ближе к пруду. Здесь к пруду близко нельзя, потому что и его уже стоит. А вот тут, кстати, можно было бы не здесь копать, а вот сюда, наверное, вкопать лилию. Да, я ее сейчас, наверное, сюда перенесу. Или не буду переносить. Там он этот, разрастется, ирис в регатной. Все, пусть так, ладно. Пусть так. Ай, я на клубнику наступила. Ай-яй-яй. Да, все, пусть будет так. Потому что здесь как бы тоже вот от этой вот ивы по кругу вот так вот сюда идет, 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 идет. И пусть будет там. Тут даже, в принципе, можно две штуки еще посадить, да, по идее вот здесь вот между ирисами вот тут и правее от этой дырочки можно. И вот тут, где я и сказала. То есть две можно еще будет посадить. Ну, пусть здесь будет место пока вакантно. Все, засыпаю. Ой, немножко распогаживается. Немножко распогаживается. Ну, просто я утром рано приехала, друзья. Не знаю, сколько сейчас время. Погляжу, скажу вам. Вот, друзья, что я придумала. Вернее, как я решила. Вот этот мой участок, это зона отдыха, да, окаймленная вот так посадками. Здесь розы, тюльпаны, хвойники. Вот возле дороги еще место есть. Близко к дороге я сажать не могу, потому что мы ее еще не выровняли. Нам нужно выровнять дорогу. Я лучше потом, когда дорога сделается, подумаю, что сюда. Поэтому вот как я корзинки поставила, в шахматном порядке опять же, да, между розой и тюльпанами. Вот так у меня будут нарциссы. Здесь пропуск, нарциссы. пропуск, нарциссы, пропуск, нарциссы. Что я сделала? У меня их пять видов. Я их разобрала на четыре части, все вместе смешала. То есть у меня будут одинаковые картинки. Четыре одинаковых картинки. В перемешку будут цвета смешанные. И между ними сейчас что я сделаю? Одна ячейка свободная. Вторая ячейка свободная. Нельзя! Уйди, нельзя, сказала! Третья ячейка свободная. Сюда я вкопаю крокусы. Крокусы я решила не мешать, а сделать вот так, как их есть три цвета, так три цвета посадить. Посередине желтые, по краям вот эти. Нельзя! Нельзя, сказала, перевернешь мне. Я сейчас дам по ушам. По ушам дам. Не надо мне копать, я без тебя покопаю. Он и тут мне не дает работать. Иди бегай, мышей лови. Все, пошла, пошла копать. Ой, ну как он пушится, гляньте, у него хвост как пушится. Ой, любимая скотина, ну вот прям не копай мне! Вот тебе, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Песок для кого за углом? Вот для кого за углом песок, а? Говнюк ты! Друзья, ну я вам хочу сказать, он в прошлый приезд здесь сходил, тем самым пометил на РСБ территорию. Пойду сейчас опять ловить и в песок его нести. Вот так я делаю, друзья. Выкопала ямку. Три высоты луковицы, как учили. Делаю подушку из песка. Но я поглубже делаю и насыпаю подушку. Оставляю так, чтобы было три высоты. Дальше засыпаю опять песочком чуть-чуть. И опять вот этой вот землей. Одну ямку я уже закопала. Я их по очереди делаю, потому что боюсь, что пока я дойду до четвертой, все вместе вам показать, вдруг котенок залезет, начнет раскапывать. Поэтому я делаю и закапываю, делаю и закапываю. Вот сейчас вторую закопаю, сделаю третью и четвертую. И тогда за крокусы возьмусь. Семь лунок готово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четыре нарцисса, три крокуса. Полдела сделано. Сейчас вот посажу лук. И у меня еще есть семена мака. Посею сейчас мак. Потом пойду чай пить, греться. А тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. Я разложила себе на стопочке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Они все разные. И по одной, по две штучки не хочу. Поэтому я собирала более-менее по цвету. Вот такие сиреневые с белым. И здесь сиреневые с белым. Здесь вот такие желтенькие, оранжевые. Здесь у меня будут тоже желтенькие, оранжевые. Здесь розоватые, розоватые. И здесь вот такие вот красные с желтым. И буду так. Раз, два, три, четыре, семь, да? Семь. Семь, семь, семь. Ты мышь лови. Мышь иди лови. Здесь мышка бегает. Семь. И я их хочу посадить вот здесь. Вот у меня розы идут по краю. И вот здесь между ними я хочу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, как раз семь. Вот между палочками, где розы, как раз семь прогалин. Как раз семь кучек я вот тут и посажу вдоль дорожки. Здесь я не буду сажать, потому что здесь нарциссы где-то есть. Они наверняка еще взойдут. И тут у меня портулак, вот, вьющийся возле роз. Здесь вот пион огромный. А здесь у меня просто вот такая травка и хосты. Здесь не хочу. И здесь тенечек все-таки больше. Поэтому вот отсюда от угла до второй высокой розы я ничего сажать не буду. А вот уже отсюда, от железной палочки, посажу. Ну и вы помните, да, что вот этот огород вдоль огорода будет посеян... Будут посеяны бархатцы. А здесь все я закончила. То есть весной у меня дорожка будет нарядная. А лук и майки буду сеять сейчас вот там, за той клумбой. Да. Там тоже тюльпаны и нарциссы вдоль... Перед забором вот у меня цветничок кирпичом обложен. Кирпичи я уберу, друзья. По весне все кирпичи уберу. И вот те, которые квадратные, обрамляют. Старая теплица там была. И вот этот крох, который обрамляют. Это я намечала для себя. А я это все с термоту уберу, разберу. У меня не будет никаких тут кирпичей. Так вот. Вот там вдоль кирпичей, перед кирпичами, тоже нарциссы и тюльпаны. Они наверняка там взойдут. Но они же отсветут и все. Поэтому я вот здесь как раз вдоль этого цветника и посею лук и мак. А уже за маками там, пусть вьется у меня, растет актинидия. Как раз мак ее будет немножко притенять. Корни будет притенять. Ну так я представляю, вроде должно быть красиво. Но весна покажет, насколько у меня удачно все получилось. Конечно, мне сейчас главное все высадить. Но я хочу не просто высадить. Я хочу, чтобы это уже было как вот раз посадила все. Вы же знаете, я ленивая. Я не люблю то и дело делать. В процессе понятно, понятно, что в процессе житья, бытия в любом случае где-то что-то будет меняться, что-то придется выкапывать. Да и время будет проходить, нужно будет луковицы эти выкапывать, просушивать, пересаживать. Все это я понимаю. Но мне хочется весной уже любоваться цветами и особо ничего не делать. Я хочу весной заниматься только огородом. Поэтому я сейчас стараюсь цветник и сад сделать как можно больше работы. А весной сажать, полоть. Да все то же самое, друзья. Все будет то же самое. Но пока есть время и желание, тоже надо поработать. Огорода нету, а цветник и сад еще требуют внимания. Гляньте на скалолазна этого. На теплую крышу в лес. Наверное, замерз, решил погреться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Да не мой ты свои грязные лапы. Я тебе их сама потом помою. Вот по кирпичу кумаки посеяла. Взойдут, не взойдут, не знаю. А вот здесь, между деревьями, три дерева тут вот у нас. Раз, два, три. Здесь лук посадила. Ну, тот декоративный. Ну и что тебе в этом корыте нравится? Томик, это не лоток и не домик. Это грязный тазик. Пошли домой. Я чай буду пить, а ты греться. Пойдем? Пойдем домой? Ты будешь греться. Покушаешь, попьешь. Да, в лапки набилась сырая земля. Я тебя понимаю. Пойдем я тебе лапки помою и погреешься. Пойдем, Томи? Пойдем мы чай пить, друзья. Осталось тюльпаны. Но это на сегодня. А еще надо разметить грядки и посеять под зиму зелень и кое-что из овощей. Надо еще сегодня вот этот вот пенопласт поднять на чердак, если муж приедет рано. Пошли, хозяин тайги. Ой, я запыхалась. Запыхалась. Итак, вдоль вот этих прутьев здесь розочки и посередине пион будут вот так располагаться лунки с тюльпанами. Ой, руки дрожат. Так, носом шмыгаю. Что у меня будет? Крайняя правая вот такие сорта розовые. Рядом будет красно-желтые. Дальше будет сиреневые с белым. Это серединка. Влево от серединки пошли опять белый с сиреневыми. Желто-оранжевые. И розово-красные. Сейчас буду потрошить и сажать. Куда бы ни будьте. Вот так это будет. Ну, конечно, вам не видно. Ну, сейчас оно и не важно, друзья. Важно будет весной, что получится. Но я думаю, все будет красиво и хорошо. Я этого желаю. И прошу у Бога благословения и на мою работу, и на мои труды. И на хорошую погоду. И, конечно же, на здоровье. И вам всем, друзья, и здоровья, и счастья. Сейчас засыплю. И на сегодня хватит. Семена в другой день приеду. Если завтра не будет дождя, дождя опять передают. Если завтра дождя не будет, значит, я завтра приеду, намечу здесь грядочки, сделаю бороздочки. А посею или нет, не знаю. Но цветы нужно было посадить в первую очередь. Семена-то, если я даже не успею посадить, а я успею, их даже по морозу можно сажать. А если что, их и весной можно. А вот луковицы нужно было сейчас посадить, чтобы они уже зацвели и радовали меня. Думала, может, еще что-нибудь посадить. Суккуленты же я так и не высадила. А думаю, что-то как-то темнеет, уже вечереет. Глянула, время-то уже пятый час, 20 минут пятого. Так что пойду чай попью, и скоро уже муж за мной приедет. Ну, как скоро. В пять, в начале шестого муж с работы за мной приедет. А привез он меня сюда. Я сейчас посмотрела, во сколько он мне звонил. В десять он мне звонил, выходи. Ну, в общем, полодинцато-го где-то я начала работать. И вот, считайте, в четыре я закончила работать в начале пятого. Два раза я прерывалась на то, чтобы чай попить. Ну, и плюс еще я печку топила. Периодически дрова мне нужно было подкидывать, рубить. А так получается, что, в принципе, пять часов я тут, да, работала. Пять часов с перерывами и с походами на печку. Что у меня прыгает экран. Сбились, наверное, стройки. Прыгает экран. Надо прийти вечером сегодня покопаться. Что-то как-то не так. Друзья, ну, самое главное, все луковичные я посадила. Муж мне говорит, ого, ты сколько набрала, когда ты все это посадишь. Ну, вот, оказалось, всего-то нет ничего. Самое главное, чтобы было настроение и желание. Слава Богу, сегодня такой день. И настроение, и желание, и солнышко, несмотря на мороз. Все, все посажено. Итак, с левой стороны три крокусов, четыре, ну, они, нарциссы, вот. И семь лунок с тюльпанами. Плюс я высадила семь лили с одной стороны, шесть с другой, это тринадцать, и пять вот там, восемнадцать. Ну, вот и все. Так что, друзья, всем пока, до новых встреч. Теперь, когда я попаду на дачу, все будет зависеть от того, какая будет погода. Если завтра не будет дождя, я планирую приехать завтра. Первым делом нужно будет вкопать все суккуленты, а потом уже готовить грядки. А то суккуленты оставлять в зиму тоже нельзя. Ну, я имею в виду садовые очитки. Благодарю, друзья, всех за дружбу и поддержку. Берегите себя и своих близких. Технику мы все отвезли, поэтому кипячу вот так на маленькой плиточке чайник. И вот как у меня там печечка, печечка, печечка потрескивает. Можно и на печке вскипятить чайник. Она сейчас разогреет, я же везде не утоплю. Как пришла, сразу и затопила. Ну, перед уходом последний вот закину и все, и оставлю. Ну, чтобы подольше тепло здесь было. И Томика оставлю мышей ловить. Не пошел второй раз со мной гулять. Лежит, вон, дрыхнет. Посмотрел на меня. Посмотрел на меня. И сказал, не, мам, хватит. Пойдем гулять. Мышей будешь ловить? Вот так вот. Какие-то ему мыши. Ну, надеюсь, поймает, да? А завтра мама приедет и проверит. Мамка. Субтитры создавал DimaTorzok